приветствую вас дамы и господа у нас наконец-то канал вышел из бана поэтому будет чуть больше выпускаться роликов на канале и у нас сейчас на плане что просмотр матча где играет сларк как видели по названию у нас сларк не простой а сларк от я тору ну и данный матч играется против витюна кто где играет у нас витюн играет чокнутый кто без бизнес-энд понимаю он на дровке но и у нас сларкевич то я тором когда-то если что ну и сразу начинается махач он же начал замахач у нас прям хороший здесь чего-то я решила повторить ну да ладно чё страшно немножко возвращаемся что залетаем и наваливаем дпс а пробивают кентавра но сам сларкевич у нас как видим берется на первом левеле сразу shift shift не тонкие хорошие для него спел потому что наши все может быть на линии неплохо постоять и особенно эффективно будет против миличного героя на позиции тройки у оппонента там сейчас посмотрим чтобы полов по лайна получаться но вообще в принципе лучше себе скиллпоинт оставлять на потом потому что в целом скиллпоинт может ему пригодится если потом в дальнейшем нужно будет использовать какой-то подсейва словно там либо шаду дэнс использую не шаду дэс патор пак использовать для того чтобы снять свои какие-то негативные эффекты или же по он чтобы просто там сбежать условно там перепрыгнув через какой-то возвышенность и уйти в безопасную точку но пока команды собирается баунтируным но и по баунтируным у нас 22 получается но правда два фрага уже лупанулись и парни из команды слева поэтому немножко неприкольно получается для дайеров по начальному закупу себе сларк выбирает такие шмотки как носочек взял себе на будущее в resband как целом и цирклеточку сюда правда для этого взялся немножко хило при помощи тангусов взял топорик для усиления ласхита но и взял парочку парочку веточек чтобы в целом при необходимости подкушать себе тангуса с повышенным регеном вряд ли сларк будет покупать себе на этой линии стики как виниту стики не особо будут нужны барас вы там особо не кликает а с упортом то кто стоит худвиг ну и в принципе опять таки покупать себе и стики и птшку и в resband получать слишком много дешевых шмоток поэтому все-таки лучше ну выбирать что-то одно и для сларка в рейсик это прям кайфовая шмотка как для лавкача очень даже неплохие бонусы выдает ну и как видим сларк сразу идет вперед на размен то есть как только есть возможность подойти к вражескому миличнику разменяться тычками то это всегда нужно делать потому что у сларка есть уже shift а shift на что это воровство для себя дополнительных атрибутов точнее ловкости как работает работа так что дает три ловкости для сларка и забирает одну характеристику длительностью на 20 секунд на первом уровне прокачки и это будет все улучшаться до отметки в 60 секунд при том что еще стигура погибает рядом со старком то он получает одну ловкость на постоянной основе если по миру погибает под дебафом этого шифта сам shift он как бы отображаться будет добав на сопернике будет висеть бы тукаться сколько из атрибутов ну как эффект условно дизолятора как работает также старки очень кайфа покупать такую шмотку как орбов веном почему потому что опять таки можно будет идти в размен когда ты играешь такую активную линию как размениваешься по хпшки дополнительный ядомедление будет очень финанс адреса сларк паунс пошел с раз уступает от агрессии соперника пыталась удвиг его подвязать но не получается но и старт уже себе вкачивает паунс для пациента паунс за что паунс это у нас прыжок который может сделать сларк главное куда главный паунс не в окно делать а так целом нормально дэмаж магический развеять паунс нельзя но там есть опять-таки фишки кто смотрел фишки нс а там условно или кидача другие фишки есть фишки в моем канале как можно там от паунсов всякими типа елками условно спасаться так далее подгоняет барыч пошла снова агрессия накидывает дэм уже подвязывая сларка сларка тут два большие трудности и неприятности заканчиваются смертью до сларка очень досадно для этого но далеко вышел там еще и пул был сделан суппорт ушел до спорта не поцелил так что в целом как бы сам сларк должен был сразу понять что лучшего от эти подвышку можно было какую-то пачку крипов потерять можно было уйти подвышку но а так пришлось побыть в таверне но в принципе раз вернется хотя как видим три почка немножко он профукает вот желательно было бы успеть сделать и пашку до появили до того как убьют ранжевика но он уже упал ну что же бывает так вот по поводу паунса паунс это можно использовать для пацей в либо для инициации дальность 700 привязка работает от 2 и 5 до 3 25 секунд радиус привязки 400 ну кого паунс растягивается от места где был привязан герой под паунсом и еще эффект шифта накладывает паунс при раскачке то есть будет три шифта накладывать эффект паунса когда уже будет данный спел прокачано максимум плюс данный спел очень неплохо усиливается гонимом но прогоним в целом можно поговорить и попозже будет поэтому мы всем это говорите вообще похоже а так вот подвозь себя в рейсбэндикс лар как видим целом по сборке у всего получается весьма весьма обычно сладко только видит агрессию бара сразу нажимает дарпак чтобы снять оглушение как работа дарпак первый спелс ларка имеет эффективного развеивания сильно разве ним развеивание это то что снимает станы то что снимает хиксы то что снимается он как бы все те неприятные моменты которые в нем он залетать при этом сам герой тоже себя вносит дэмэджа 30 процентов ну неприятно но опять-таки это компенсируется потом когда у сларка появляется ультимативная задержка перед применением дарпак 15 секунды то есть нужно нажимать заранее понимая когда вас будет видеть круто стан вы понимаете что он уже как бы либо сейчас нажмется либо уже вылетает если это опять-таки устаны есть анимация скорости порядок есть анимация с полета снаряда а попал сразу на барбара девушка быкует ухтам слов конечно нормально кусает снимать себя видите сейчас на елочку и проще дарпаком но опять можно елку снять и топором ну и в целом бару не добили но пора разбили там хорошо и по итогу может там импакты подвнести кстати за по итогу не съедает ветки решил как раз таки поиграть с веточками чтобы не терять лишние слоты не или лишние слоты и статы поэтому немножко себе ресурсов он тут решил подоставить да дамы и господа опять-таки кому будет интересно данный ролик я постараюсь выпускать данный ролик почаще потому что пока турниров нет еще нормально катают а эти ролики в теории как бы могут быть и таким спасательным кругом для канала так что есть там есть возможность вам лайк поставьте комментарий напишите подписку сделаете чтобы чаще выходили ролики на канале большое спасибо ну или донат донат тоже можно кинуть там есть в описании ссылка туда донос закидывать и плюс кому интересно подписывайтесь на мои паблики в телеграме там есть ссылка в описании там бесплатные прогнозы на киберспорт без подписок без ничего и плюс новости с киберспорта но пока пошла грейсинг у нас барыча бара забр падает и это минус бара ну и так у нас уже 61 на экране как-то немножко досадный начало для парней из команды дайров получается на фигели на старте сларк умирал разочек но в принципе старт четко там сил по поводу сборки я вот не договорил у нас сейчас очень популярная шмотка это матч слэйер и в принципе в этом матче у нас также будет появляться матч слэйер потому что шмотка велью вот как классная шмотка эффективные все-таки лучше и себе ее покупать в этом явно есть необходимость это явно для него будет будет смотреться очень хорошим приобретением в дальнейшем по поводу дальнейших моток там посмотрим ну я думаю что одним это матче может появиться аганим очень классная шмотка вот как только будет на нее уже какие-то отголоски появляться будем ее проговаривать мы диффуза где за понятное дело с ларка тоже очень классная шмотка всегда была по сути и сейчас уметь дисперсер поэтому я думаю что дальнейшем будет еще и дисперсер для сларка появляться он сам пока покликивает проверяешь происходит центре ну и попута подфармливать было бы неплохо катапульту задает и он ее динай как видите старка уже появилась постоянная ловкость при убийце барыча и вот она никак не снимается она никак не попадает до конца игры и баре уже неприятного старт как бы уже 4 хороший так спит они там есть в рейсбэнде которые этому неплохие статы есть опять кипотешка на ловкость которая тоже неплохо вот там побаффа и ты как им сарк наваливает уже там 0 8 атаки за одну секунду что опять и очень даже не дурно получается ну и конечно старт у нас герои лавкач поэтому лавкач обладает хорошим запасом ловкости то есть мало того что он сам как бы по себе такой плотники по ловкости по армору как еще и будешь и в том себе дополнительную ловкость зарабатывать что тоже будет у него весьма весьма приятно смотреться так я надеюсь что все нормально со звуком а то я как-то завтыкал проверить при записи при начале записи звук все работает и вкусе все досадно если все хреново то возможно звук будет говном там тем временем падать ведь уда по поводу матча пятки нас ведь у на дровке то есть такое эпичная битва ведь он против я тару хотя конечно и ведь он уж думал нас не показывает никаких результатов на про сцене вот я тоже конечно молодец хотя пятки игра команды spirit была не идеальная на турнире дача то есть казалось бы там не были в инстрики винрейт и так далее а потом парни скатились там прям агрессивно этот у нас происходит и в центре и снизу но как пока с ларкой не ведется на теле драйк не не я по оформлю у меня как бы вроде как три линия стала славка его не напрягают и опять-таки ну лучше все-таки а старт так не гонгай поначалу тем более учитывая то что у него даже нет 6 левела то есть нет у него что-то дэнса для пациент поэтому просто лучше пока по формите потом уже как-то fight и возможно по залетать ну ладно по поводу раскачки как видим сларк себе выбирать в приоритете раскачку через опа но пара кажется вообще тут потерянный молодой человек так вот раскачка выбирать себе сларк через решил бизнесмен чокнутый то бишь ведь он решил гонгать но пока там старте вич отступают сам шелудэнси так вот по поводу сларка еще раз может пожалуйста скажу по поводу раскачки у него краски under pack приоритете почему потому что данный спало можно спокойно фармить леса в принципе если себе там где-то какую-то манку подрегенивать опять-таки там смеш-слеера либо какие-то еще взять себе подвозить лярити поднять лярити может быть немножко и бахнуть тогда можно будет неплохо себе краски ману подрегенивать и если будет мантус какой-то из пилиса фармишь восстанавливаешь себе потерянных и п при помощи как раз кишу дэнса как работал дэнс пока бара едет он скоро-то за сладком но старцы это очень осторожно так вот как работает шадал дэнсу а бар агрессивно подлетает и там еще смещается у нас удвиг и белочка здесь но не осторожно стоит так вот по поводу шадал дэнса он уже поражал открывать героя в облаке в облаке теней прикольно есть момент интересный что это делать его невидимым но когда нога нажимает свой сон с ларкой видно в этом облаке почему но это либо бак либо связано с лором потому что сладко влюблен в ногу и возможно сладко себя показывает даже ну будучи в ультимейте он показывает ноги ну точку где он находится его нельзя выбрать целью во время как бы этого сна но видно где находится можно кинуть спел в него какой-то таргетный точнее не таргетный а который нажимается по области так вот это способность его скрывает его нельзя подцепить него не нажать кнопки но можно нажимать в свой по области и этим подцепить с ларка 5 кисла не очень любит когда пик и к герою которые могут бить по области или выдавать станы области либо опять и вносить урон по области также данная способность дает ему дополнительную скорость передвижения и дополнительную регенерацию это его не видно то есть если старт крут в 200 или star находится там в тени в тумане войны то тогда он дополнительно регенерируется это будет от 20 24 процентов до 48 и восстановление хп от 60 в секунду до 120 и куда он тоже падает до 45 45 секунд с прокачкой всегда требует маны 120 так ну что уже типа за готова сларка вот когда ездит у за когда у сларка уже есть shadow dance можно уже и в драку идти поэтому он и смещается опять по поводу ультимативность старкого сейчас тоже чутка есть такой как бы фишка но фишка она весьма простая мог ее знают но опять ты лучше это огласить а то вдруг кто-то не слышал кто-то такое не используя это очень-очень эффективно подкатывают драгонайта дага убивает дэви он упал драгонайт минус но это еще дополнительная ловкость для сларка а там у нас фарк проявляет еще одну драку там нападает проиграть тем временем парнишина кентавра кентавр мансит уворачивается в лес но белка его подрезает смещается сларк пока не работает shadow dance не работает доп и мэтт потому что его видно и пошла агрессия убивает и нигвы нигва минус келинспри готова уже у нас на мониторе подъезжает он даже открывает дрову иди сюда витюн витюна бы убить было бы по кайфу но пока откидся даст там даст немножко отталкивать сларкой сларк не догоняет своего оппонента пока подрезает тут эдалонов эдалоны тут рассыпаются но это хорошие деньги в целом убивать их легко три удара и они падают еще сверху терпакта может подфармить и там тем временем даблкил витюн себе зарабатывает потому что за ним была агрессия а он сумел краски тут отбиться от данной агрессивной атаки подъезжают накрывают белочку белочки там могли быть небольшие трудности на белочка вроде пока живет пока отступает проще данного файта пошло изгонять на изгнание пошел дпс накрывает у бедного худвика худвика тут неприятно худвик падает и доминейтинг готов на экране еще один парниша отлетает таверну и того у нас 14 8 максимально активная дота 22 фрага уже лупанули за это время ну и сларк у нас решил еще и в центре там пойти возможно подобрячь оппонента но и попутно еще податься не поформить тем более он уже находится в смоках поэтому может немножко сместиться пингует оказывает команде находится декады к было видно сларк пытается раскидывать и так чтобы вот вы не подпалили понимаю что его не видно все еще есть кстати диффуза и замедление поэтому можно нападать оббегает лес замедляет и драгантелл нажать нужно когда будет когда будет драгантелл нужно жать будет будет свой дарпак либо же ультимативную но к сожалению улетает герой поэтому дать чутка промотаем а то как бы пауза нам не особо интересно вот мы проматываем нападает сларк нажимается вашего дэн сворачивается от 1000 оппонента не позволяйте это же стан и есть неплохое свечение в это время от шадоу демона пробивают батю батю упал вот так вот вот где твой батя на дк у нас фидунька это как мы видим отбегает барабар умничался но австарк пошел фармить линию потому что как бы всегда нужно фармить так вот по поводу ультимейтов как можно его грамотно использовать ультимейта можно грамотно палите нахождение вардов оппонента все очень просто если вы идете там где казалось бы не должно быть вижена а у вас не работают ультимейта тогда вас видно все очень просто либо там есть рядом с вами герой в инвизи а если там такие герои в нет против вас то вы понимать что это не герой хотя возможно какие-то бара была руна инвиза но как правило когда вас не работают и мэтт вас видят скорее всего под вардами и вы таким образом можете либо своей команде саму суппорт сказать что там есть варты и веди его за варты но есть даже более прикольный вариант более полезный вариант даже будет и для себя для команды как говорится хочешь сделать что-то хорошо сделает сделай это сам и вы что делаете вы покупаете c3 или потом дальнейший гем вот так увидите все происходит находите где находится в арт и ломаете его тем более учитывая то что сейчас доте вы получите награду за сломанный ops то как бы вы даже будете плюсе поэтому лучше на сладки собой тягать центре потому что в пабе как бы а суппортики во первых могут иногда как бы тупить но это понятно как бы плюс чат плюс комментарии если спорта тупят фабе а ты такой классный хороший это раз а во вторых как бы суппорты не всегда могут зайти так глубоко как заходит слад поэтому все-таки лучше наверное саму по иногда тягать такие шмотки как c3 и вот центре у него уже имеется садрю себе он подвозит поэтому сладк играет абсолютно верно мы как удачика что происходит файта папа спармливает пока себе инжей опять-таки сарку очень кайфо фармить в лесу потому что у него всегда есть вариант порединиться на халяву шаду дэнс ему не нужно упасть и там всякие сальв очки на регенерацию спокойно взял по фармил все по кайфу он пытался хватит подойти но не добежал не успел поэтому все-таки он так подошел посмотрел сбоку и отошел а шмотка мишлер понятная шмотка классная шмотка покупает постоянно нужно потому что мишлер очень кайфово бафает у нас сейчас текущую мету его классно пропали патчи скорее всего когда будет новый патч мастер будет ослаблять но пока его можно использовать так использовать его по назначению хотя пятки учитывая то что у нас по сути 25 числа уже начинается турнир на 1 миллион долларов dream лига наверное патча тот религий не будет а дремлига будет аж до 10 марта то есть скорее всего патч будет аж после 10 марта выходить то есть еще не скоро так что почти подождем так я сейчас немножко водички выпил нападают на кого-то дэмоджем пробивают бедного спирит дрейкера парочка возникают трудности с выживаемостью он падает и мега килл готов на экране вот так вот себе с ларкевич легонечко зарабатывает еще один про ну приятно прикольно классно здорово стиле сильно модно молодежным просто чисто на просто все выдали так там сайте пошел блэк холл во первая черная дыра в этом матче залетает у нас на экране но есть подсвет уже демона выручая пока пангольера панга выпрыгивает мы недалеко или очень кстати неплохо в этом матче отыграть витюн то есть его там вроде бы нас арте убивали но у него уже 8-3 пытается сларк бежать есть еще и стампиды на подсвет сларка чтобы не помирал я торч который выживает по поводу с эти шмотки весной ну в принципе нормальная шмотка 50 маны 50 хп-шки плюс можно расходы заряды на consume и дать плюс 2 восстановления хп-шки 1 маны на 10 секунд то есть принципе учитывая то что сларк нуждается в мане потому что он как бы много кликает дарпак и много фамилия сработ по кайфу ошибочка и ушиб очка все же будет для enigma не в тот район ты повернул ну вот это чисто халява чисто корм подъехал для сарка максимально кайфово в минус себе забирает саркевич прямо сейчас вот так вот легонечко уничтожает своего оппонента ну класса здорово приятно пангольер поехал в бой подкатку открывает батю упаде снова проблема батя сама пытается жить и живой там не плохо набивает батя там неплохо добивать есть фингер of ds есть паунс на лицо есть парочка плюханцы по оппоненту и по этот парниша падает им сейчас рычит амбара немножко нарыкивает пробивает своего противника и 3 полки просто вытирание происходит по я таро хо 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 перебыковали парня но очень-очень больно бьет дровка уже 10 канат ворсу витюна все что мы еще уйти на из партефакта пока он сларк мерзывать посмотрим что есть у оппонента я тарич уровень 3 на они и тарич а витюн уровень 13 фармисси манта стайл получается пика у него же есть заряженная барона скорее всего кто-то себе инвеста будет форме так она есть драгонает это манта стайл также аганим ночью пока башка вы бы не помешало и него пока купил себе уже влад мир фармиссии блин дагер и вилка себе фармит пол не такой жадный вариант вилки на самом-то деле хотя так играл допустим тот же сикил за экстримов и там кто-то часть китай катал через такую жадную жадного худвика поэтому можно по-моему факта чизот жадного худвика ли он себе ставит линкентверу плюс блин дагер пангольер себе ставят мэш-стэр сборочку кентавренко себе пока блин купил есть у него выл и было бы неплохо для него далее шивом ну и шелудима фармисс аганим так сладко возвращаемся обратно шмотки мы узнали на 16 минуте пробивают убивают в это время барыша барыш падает барыш рассыпается и вот такой как его бонусе подзарабатывают молодые люди по поводу сладко кстати и еще приятных шмоток у него очень приятный аганим шарт почему потому что шарф можно использовать весьма эффективно когда на сладко будете агрессия либо на его команду чар дает возможно возможность нажимать в указанное место облака это облако работает так же как его ультимейт но опять-таки на просто ультимейт передвигается за старком а облако она висит на одном месте но дает такие же бонусы и такие же эффекты как shadow dance работа 3 секунды радиус у него 250 и дальность применения 600 улдаун 75 секунд то есть в целом весьма весьма приятно по цель ну и в целом мы видим то что у сладко уже планируется гоним что такое гоним аганим это у нас очень классная дополнительная мобильность для сладко больше возможности инициации плюс еще гоним это возможность просто больше большего под сейвом для старком как работает получать ларк 2 зарядом заменяется у него холдаун на два заряда базовое время восстановления заряд 10 секунд то есть каждый секунд не будет появляться по сути новый паунс атаку не холдом как бы тоже 10 секунд но опять это можно накапливать и также растет дальность так дальность без аганима у него 700 а так у него будет 1000 то есть можно по сути как бы два раза взять паунс на 2000 range что весьма весьма неплохо если там прям какая-то возникает ситуация где нужно быстро подосвеститься то это можно просто как раз когда себя реализовать вот такие приклады сам ну дерички сидеть у этого молодого человека в общем вот можно в дальнейшем реализовывать так ну что пока фармин фармин нормально долбим крепочков зарабатываем бабки пока зарабатываются бабки пятки там напишите комментарий поставьте лайк если вам будет сложно если вы это уже сделали то можете как бы сейчас еще раз разрешает писать больше одного комментария но желательно опять комментарий хотя бы несколько слов и чтобы комментарий был связан по тематике видео плюс пишите комментарии какие вам ролики еще интересно дачи не ролики даже а герои и герой вас еще интересуют вас и также есть уточнение какой формат роликов вам больше вызывает интереса то есть есть два варианта либо вот такой ролик формате когда мы смотрим за одним игроком весь матч или же сражение двух керри то есть чтобы был матч с от лица двух керри и от лица у форма дровки и от заславка пишите комментарии было бы где-то узнать ну а пока там ведь он просто божирует в этом матче уже есть для него бьет гад лайксов не обрывается в блэкбол слад не рискует но и просто пока у нас чутка подпишивает парни из команды да и равно фит не огромный потому что все таки два в один то есть небольшая беда неприятно но но все ж таки хотя опять где-то по сути два кора упал в разве на пару а бараха бы тоже форму один кор как бы это меньше чем два кора так вот короче был на канале видос назывался интенсив баттл или hard battle или hard carry battle короче суть в том что есть ролики где можно смотреть от лица 2 керри как кстати очень нагло играет пока у нас парниша на сладки снимать себе дисперсиям дуба по 5 дисперс работает и на себя обладает эффектом нормального очищения то есть сладка есть еще доп функция себя снимать всякие неприятные приколы типа там заведение минус армор так далее влетать кентуавр нами на дрову дрова очистивая то егис подкатывает на кубик а кубик у нас пока под выгребает дрова отошла есть гас на лицо там нет глупола поэтому можно драться сладку дальше он убивает порезает пока тут бедную белочку подкатывает ведь он есть паунс паунс весьма опасный спасать нужно сладка помогите пожалуйста помогите спасите продувочная пошла подгорает плотным ходом с ларк но подрубается уже у него регенерация и он все же выживает добегает до своей базы ух опасно кстати по поводу шмотки листой но не скажет шмотка классная прям потому что для пассивка для него не работает она работает только для героев дальнего боя но это плюс 7 атрибутов и плюс 20 дамажа что в целом прикольно эти дровки так и не смогли выбить а егис так решил ее не убивать по егис очень что лучше убить все-таки худвика и ксб а есть пока остался кстати дэв тавра планируется от парней из команды дайров они решили запрягаться за на вышку подкатывает слар пока прыгает крепочка но там есть глиф поэтому пока это все было укреплено влетает и не гма очень борзом а пока никого не пробило и возвращается обратно у нас понише на сладки готовлю нападать вот в чем вопрос раскатывается по замесу он все временем сладкевич и его команда молодая пробивая там те временем парнишек раскина дорога найти дк там под выгребает откатывать сладк наваливая дамажа прям плотничком подбивает тем временем парниша на чокнутом бизнесмене но ведь он пока не сливает свои гис но походу а егис будет потерян так и это будет минус а егис но пока пику кстати нет ради потому что решил что лучше оставить себе выживаемость на потом чтобы можно было в теории отойти сейчас на пике уже после возрождения егиса и он пока живет подкатывает дэмажом прорывает лиона у лиона проблемы влетают кентуавр влетает там еще у нас и парниша на спирит брейкере очень битый слар поэтому пока он не рискует он риге не сожжет момента для атаки там очень битая дрова у дровы там огромный стриг ведьюн иди сюда ведь минус еще и старт себе стилит фраг нормально враг из 10 для него взлетает плюс косарь и это просто камбэк камбэк на все лицо от команды дайров происходит уставка весьма осторожно играл как видимо тут даже не топ-дэмэдж даже нет он топ-3 потом уже в этом файте он так вот осторожно потихоньку методичным вырезал оппонента и и взялся классно 1025 у сларка это первая смерть увидите на после большого стриха у него 15 37 сейчас когда но тем не менее не прикольно так вот короче я так мысли закончил был на канале видос сможете прицелить а была битва с ларк против наги и в чем суть то есть есть два варианта либо вот такое полное видео когда мы от лица одного игрока смотрим весь матч или есть вариант номер два вариант номер два это интенсив battle это просмотр матча где мы смотрим немножко от лица одного потом от сатрова то есть как бы мы по сути видим как собирается два керри мы просматриваем их моменты игровые мы там обсуждаем то что не покупают зачем они это делают ну и там будка интрига с тем кто в игры потому что тут как бы когда выходит видос в таком формате то обычно как правило победа будет того за кем мы смотрим хотя иногда бывает иначе кто знает может быть там в этом матче слаг проиграет там будет размен тронами я не знаю я не смог не не смотрел данный матч но обычно в таких роликах это победа того за кем мы смотрим а там будет непонятно короче вот напишите комментарии что было бы вам больше больше интересно но возможно вам было бы и то и то интересно если вам будет это это интересно то можно как бы чередовать выпускать ролики то так то так короче жду ваш фидбэк надо бы это дело узнать так ну что 31 20 у нас пока на табло в этом матче 51 фрак за 23 минуты это овер до хера скажем честно но и было и было так себе там кстати башурок и бесса блэйт ставить сларк на сборочку все это будет очень классный предмет для него потому что это будет дополнительный контроль которому явно не помешает у вас так палит вывозку нажимать сларка кнопки смысла нет потому что он находится в дарпаке потом нажимаешь чтобы в него стан не нажали паунс еще не полетел на лицо и опять себя снимает всякие дебафы дк выжидают чтобы кинуста но все-таки не дождался батя момента там есть блэк о паунс на лицо очень-очень жирный дракон его в полдня бьют но убили это главное убили еще дрову это тоже офигенно получается парней разворачивает сларк подлетает обратно паунс полетел дальше и этого тоже до свидания там еще и бара пытается уйти в инвизи сларк пока себя снимает дебафы пытается бару догнать но бар там где-то в инвизи отошел и все-таки бару там не смогут подцепить но ослак сразу не теряя время пошел отпушивать линию но правда там влетает барыш почему-то или как-то подставился есть смещение от сларка и вторые ствола подрезают барыша бара будет падать это минус и это свирепство уже для сларка и это вы нас тело команды радиантов но все уровне там было все классно больше здорово все хорошо было там 88 процента на победу но хлопысь и они в себе все заруинили лабы себе они все подлили подслили получается прям не прикольно ну ладно вот так вот и врач в сагаткой уже я торта не под отворцу но скажем честно ведь он как бы старался ведь у молодец он неплохо играл эту катку но старт тоже как бы был был молодцом о иди сюда поехали за витину ведь он кстати очень опасно смещается на позицию откидывается пикой где-то тут у нас еще и даст точнее гаст чтобы прогнать сларка старт и пока живет в своем шагу дэнси но из-за гантелла очень опасно очень опасно максимально опасно есть подсоем что-то демона нужно жевать deep shout и нет ореха пробивает сларка ну бы канул сларкевич вот похвалили мы его видимо зря потому что влетает ну скажем честно влетать нет одному на дровку потом дровка живет и живет пику себя сэйвит и летишь просто в одиночку прям под вышку когда когда были уже телепорта но это такое это тупое решение весьма глупо решение было те тора еще но вот он решил что можете это позволить но зато нам не то радует возможно сейчас чекнуть что по артефактам а что происходит дальше дровка по миссии пока что бабочку затем к б надо бы тогда сларку купить если будет бабочка аганим для барыча уже у есть него silver age тут у нас драгонайт все еще фармить себе аганим для полета и никого себе ставить в бакабашку а это весьма опасно потому что сбивать все black hole в бкб будет тяжело только пангольер сможете сделать такое но пангольера еще нет башера ахудвиг себе уже купил молнии купил форста фармить себе глейпнер я творож мы с вами так уже обсуждали бринка все еще нет уриона и там всего 500 на руках голды у него пангольер аганим фармит но также нужен башер чтобы избивать black hole и плейте по энигме кентавр себе ставят живу блэдмейл купил еще себе кстати ну и тут у нас шедоу демон кстати купил себе уже гоним аганим это мега мощная шмотка на шедоу демона и также себя еще шедевь выбирает покупку блин даггера в дальнейшем но в целом почему бы нет такую шмотку тоже можно себе купить это тоже будет весьма и весьма эффективненько для него смотреться что фарм фармешка крип долбежка продолжает продолжается дальше старт пошел пока кто-то искать вот эти снимаются сейчас кнопка кстати когда снимается кнопка у вас шел дэнса можно таким образом понимать что кто-то есть на к граунде и нужно играть на опережение и нажимать шедоу дэнс потому что в теории как бы вам с кг может что-то прилететь и когда вопроса помрете а где-то не надо пауза и нигма но и нигма чувствует чувствует игру как же он чувствует и ворачивается и сразу благославка на контр-врыв и у нас сейчас врыв на контр-врыв просто друг друга месяц у нас по экрану и одни вторые нападают на битю на пингеров ds прощупали пальчиком этого мальчика минус и нигма минус чокнутый бизнесмен накрывают батю бате проблема батя минус батю поломали паунс дальше выскакивает слаг на его светит баракца как когда бара светится с парка тоже ведьма неприятно потому что сарк не может регениться и вот надо бы с этим тоже что-то думать вообще против бары очень прикольно покупать себе линку потому что линка это пациент офигенный открывает а в лесу нас еще и белку белка пытается уйти на елку белка пытается найти куда место в дупле но в дупло белки раньше успели зайти это минус белка тоже минус и фраг зарабатывается пангольер тем временем минус пять героев у команды радиантов и снова победный файл для команды дайра кстати дар даже не выкупались то есть опять в ноль без байбеков нихера себе раскатили недурно получается и наконец ломают один вышка ты по вышкам прям ситуация беда конечно получилось для команды дайров потому что это вторая вышка за полчаса не сломали до этого момента только вышка снизу была сломана кстати турминтер не убили о халявно гадим шар час может быть для парней потому что герой там все еще на возрождении надо просто нападать его мать себе турментора там еще стартан под попали туда есть такой спелл как у этого пошло где он если спелл которым можете краски неплохо по целью старка основе вас повесил отбав скажем так давно не клинц получилось весьма весьма прикольно как работа ванник линз давайте просто немножко добавим информации по поводу до скула потому что все-таки этот спелл нажимается частенько на старка это еще один момент под сейва потому что по сути у старка есть дарпак которому себя снимают негативные эффекты даже станы есть у него дисперсер когда снимать себя эффекты нормального типа очищения и также дома не клинц это очищает свою цель некоторое время снимая с него все отрицательные эффекты и когда заканчивается лечевая цель и удела но там слаб уже полетел прямо на базу полетел прямиком уже по т3 спасая поколение мы не поживет и очень борзок это парни из команды пока что дайров падает в это время нас парниши на что демоне но не стоит на самом деле потому что ну пацаны у вас как бы все круто конечно но лучше подождите убиете там рошана потом уже нападаете они поэтому фидунька этой бара просто пробегает хвост ларка но тяжело бару перехватить тяжело бы ватт опал с поэтому пара умчался прочь на другую линию да и все смерти суппортов неприятно но все-таки они умирают не в тайминг рошана то есть принципе еще дарша на минута до суппорта в полминуты поэтому суппорта появятся рошанчик появится и потом уже будет у нас скорее всего глобальный махач происходить на рошане в общем ждем когда же это произойдет когда же это смогут организовать эти молодые люди вот такие дела так по поводу опять-таки шмоток сарка у нас решил себя обезопасить потому что у него вариант сборки башера но решил что линка будет более эффективным потому что пятки хоть и не там есть shadow dance это у нее есть дарпак и так далее если не deep shroud но бара напрягает бар напрягает лучше все-таки обезопаситься лучше линку себе купить да конечно линка сбивается сдалека но когда там условно сларк будет в драке он будет найти играть на лог хп мы понимаем что там сейчас делаю сейчас делаю паунс в лес по реке не все буду фуловой а тут подвись бары его светит бары до видят и обороте бетма третий сад побивает поэтому линка ему тут нужно ну и пятки по это чипа цепь от драгонтейла убивают батю батя опять упал хотя 18 уже постоянных ловкостей есть у сларк это очень дохера еще 108 себе он сейчас на шифтил в этом файте в области и это еще не герои саверну и даблкил зарабатывать себе я пора тем временем очень даже пока получается пока смещается из файта барыш но их было бы неплохо сейчас убить рошаном хорошо по моему все лишь 2 в этом матче потому что как-то команду у нас очень много команду вас очень много сражались очень мало били рошанов где он блять алё не понял где рошан а я не видишь потому что стрелец ассарка не понял ты и тупой как укладился дальше 2 так что 2 шан он нижний это шанс баннером как работает баннер баннер ставится на линию стоит только пять минут и криты которые проходят сквозь баннер получать видов урон и дополнительное здоровье поэтому обычно баннер ставят прям под базу вот прям на выход линии ну под базу по линии выхода греков другими составить опасно потому что других местах его могут сломать но если вы играете при максимально таком максимально номером с перри фанта может посадить и подальше но зачем потому что крипы как бы ну явно не не буду ждать не будет пачка которая вышла с базы жить больше пяти минут поэтому как бы лучше поставить под под базы более безопасными максимально вот такие у него арм фармешки долбежка 30 минута матча у нас максимально близкие графики шанс приеду у нас кстати даже выше для команды до радио сейчас ниже для дайеров линкенции развивается стартку но понимаю что баркнука тоже ушла в колдаун линка когда что когда 6 усадка 14 секунд а разгон барка даша 13 то есть принципе почти всегда чарш мария этой кнопкой black hole подвум героем но дэмэджи не залетает дозим образом падает немножко там ли он ли он пока живет подсасывается обратно на оппонента добивает его ведь он под катан давер Вырезается Никбу, чтобы больше не мешался И нападает на Витюно У Витюна проблемы Витюн! Витюн показывает веточку в лесу У Витюна нет веточки Вот в чем проблема У него нет ветки Он поэтому помирает Есть даблкил Накрывает там у нас Еще и Бару погонит Сларкевич кусает Откусывает Бару Как же падает эта бешеная корова Очень-очень бодро его разваливают Корова не выживает Репорт СБ Акбайер Вот так вот Че Бару такого сделал? Он так лок сыграл Бару у нас Кстати да, Лидина фил прям звездец 3-9-7 сыграл Ну на линии против Сларка Когда Бару оставили одного Стоять Ну как бы Скажем честно Ему тяжело Типа что он взял Против Сларка Опа Есть у нас Глэйд Мир Разбивается Линка Ломает еще и Худвиг Ахудвиг падает И еще не фрак Себе зарабатывает парни Из команды И подключается Из команды справа Ну походу это конечная Хотя опять-таки Кто знает Камыч может быть Дропавчатый игрок такой Который может Все очень быстро поломать Тем более как бы У нас Коридор центральный Чистый Ну в плане того что Можно дойти до этой тревышки Надо было убить Сларка И тогда Могут там Под эталонами Под Драгонайт Под дропкой Снести линию Парни из команды Рэддиант И шанс камбэка Все таки будет у них Неплохой В теории еще на этот матч Подреться Все таки такое еще Можно будет перевернуть Ну что демонтируют У нас пока бараки Бараки развались Бараки падают Нападают на Сларка Но он отлично Должен тычки в себя Не позволяет себя поймать Не позволяет себя пробить Не позволяет себя уничтожить Раскатывается В данное время у нас Пангальер Вырезают батю Батю минус Вот так вот Смещается дрова Дрова решила Дефать свою базу Дрова тэпошится Очень нагло Витюн Ты что с ума сошел Ну Витюн видимо в тельте уже Витюн в тельте Витюн Не Не Такое не камбэкается Когда твой кель Уже все Руки опустил Ветки выложил В трон Пишет Витюн Репорт бара Ну как вы думаете Заслужив ли бара Репорта в этом матче Он ли Виновник Этого слитого матча Или все таки Не только он Как бы отыграл плохо А не только он Как бы все сделал плохо Проверяет Кстати Сларк Что за бара Бара без ранга Ранг у него не показывается Вот у нас 21 ранг получается 1118 ранг Какие ранги 23 2000 Ого 2000 у нас Алга Казахстан Пангальер 1300 Пентавр 1000 Ой не 1000 А 177 И ШД Это был хороший Классный играл Так 0 нажал чарджи Там бара Пишет Ну там все пошел Пошла срачка Пошла там уже болячка Не банешься Осуждаю Хотя зачем Не осуждаю В общем Да мои господа Пишите в комментарии Как вам данный матч Не забывайте Что от подписки Растет пиписка Поэтому подпишись На канал Не ленись Это было бы Очень приятно Чтобы было больше роликов На канале И сколько дэмэджа У нас выдал В этом матче Сларкевич Господин Сларк Выдал у нас В этом матче 35к урона Хорош Ну ведь он старался Ведь он пытался Ведь он играл В конце красной ручки Опустились Но тем не менее Он что-то делал А это у нас Типа Это у нас пати было Это было пати Получается Пожж не понял Как это пишет То есть это Леон был в пати с ДК Или что это значит Вроде что значит Что это пати Вот эти штуки сверху То есть Вот это пати И это пати И это ошибка доты Короче Напиши в комментарии Помоги ролик продвигать Смотри контент Пока-пока Продолжение следует...